Ну что, всем здрасте. Не будем заставлять ждать тех, кто пришел вовремя и наказывать тех, кто, так сказать, сидел здесь дольше, чем нужно. А кто опоздал, тот сам пропустит. В принципе, запись будет потом на канале. Ничего страшного, пересмотрят. Времени у нас не так много, чтобы прямо совсем разбрасываться. И я рад, что вы пришли. И, честно говоря, офигенно рад, что вас столько много. Спасибо. Итак, поехали. Я сегодня вам буду рассказывать лекцию про как войти в IT и, собственно говоря, что там сейчас на сегодняшний момент происходит. Это совсем-совсем актуальные знания прямо отсюда. Ну и перед тем, как я, собственно говоря, начну, расскажу, кто я такой. Кто, кто не знает. Меня зовут Сергей Немчинский. Я в IT-бизнесе, наверное, уже существенно больше 20 лет. И из них с 2001 года я, в принципе, в 1996 году я в университете. Университет закончил, а с тех пор, в общем-то, программисты руковожу разного рода программистами. И с 2001 года, вот, собственно говоря, только и руковожу. С 2016 у меня собственная компания, которая в том числе и учит программистов и так далее. Вот это ее баннер. Можно на нее повтыкать. Вот. Собственно говоря, наверное, я могу немножко говорить про IT-бизнес, потому что я в нем всю жизнь находился и продолжаю находиться, да, сейчас как директор собственной фирмы. Вот. Помимо этого, у меня есть YouTube-канал, если кто не знает. Мы самоотверженно боремся за 100 тысяч подписчиков. Вот сейчас 82 или 3 на сегодняшний момент. Так что мы движемся в нужном направлении. Это видео там же будет на канале. Канал легко гуглиться, опять же, по имени Сергей Немчинский. Но вообще, в принципе, я легко гуглюсь. По фамилии повезло. Редко. Вот. И про компанию FoxMind я расскажу немножко в конце, если немножко останется времени. Ну, я думаю, что, скорее всего, не останется. Будем считать, что я себя продал просто так, своим присутствием. Хорошо. Время ваше занимать не буду. Буду стараться максимально сжатое и подробно рассказать все. Так. Первая очередь, что я хотел сказать по поводу IT. Я хотел, в первую очередь, с вами познакомиться. Кто из вас планирует работать в IT? Практически все, да? А кто не планирует, чтобы я увидел? Да, да, да. Ну, не планирует, это не значит, что не пойдет. Да. Жизнь меняется. Окей, я примерно представил. Кто уже работает в IT-компании? Ага, я понял. Тогда бы сюда не приходили, да? Ну, зря, зря. На самом деле, очень много интересных аспектов можно, наверное, услышать. Я надеюсь, по крайней мере. Хорошо, хорошо. Идея ясна. В принципе, по технологиям и всему такому я вас в конце спрошу, потому что мне не любопытно, собственно говоря, кто там будет руки поднимать потом. А сейчас сначала расскажу по текущему состоянию IT-бизнеса в Украине. Я думаю, вам это относительно. По поводу входить или не входить в IT-бизнес, сейчас практически консенсус в обществе сложился. Надо входить, потому что там много денег, сыры по 500 гривен и вот это все. И еще можно трактор завести, да? Вот. Но это на любителей, я лично считаю, что это достаточно дурацкая мотивация, потому что серьезно. Самое первое, что я вам хотел сказать, и это, так сказать, лайфхак от меня, и он вам понадобится в любом деле. Если у вас есть выбор, чем заниматься, всегда выбирайте то, что вам больше нравится. Серьезно. То, что вам не нравится, вы никогда в нем не достигнете успеха. Тут положительная обратная связь. Ну, вы учитесь, вы, наверное, знаете, что такое положительная обратная связь, да? Чем больше вам нравится какое-то занятие, тем больше вы им занимаетесь. Чем больше вы им занимаетесь, тем лучше в нем становитесь. Чем лучше в нем становитесь, тем больше вас хвалят. Чем больше вас хвалят, тем больше вам это нравится. Чем больше вам нравится, вы больше этим занимаетесь. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, когда ко мне приходят толпы народа, я в общем, в принципе, достаточно часто занимаюсь карьерным консультированием, спрашивают по поводу, а что мне выбрать, вот мне нравится вот такой язык программирования, но вот там больше платят, я говорю, забей, больше платят. Тебе больше платить не будут. Больше будут платить там, где хорошо получается. А хорошо получается там, где нравится. Поняли идею? И я через всю эту лекцию буду это красной ничью проходить. Ребята, помните, если вас не прет программирование, вы в нем ничего не достигнете в принципе. Серьезно? Ага, сразу затихли. Норм. Вот так. Если прет, вы в нем достигнете. Причем именно в том, что нравится. И поэтому все вещи, которые я буду рассказывать про эти бизнесы, серии, вот это направление сейчас поднимается, вот это направление опускается, вот здесь хайп, вот здесь, извините, стагнация. Похер. Для вас лично. Вы просто должны знать, что происходит на рынке, но для вас лично самое важное это то, что вас прет. Понятно? Вот. Хорошо. Теперь по поводу кому не входить в IT. Не входить в IT тем, кто сюда собирается исключительно ради денег. Серьезно. Отрасли очень тяжелые, очень стрессовые. У меня был прецедент, когда мой начальник, мне тогда было 33, по-моему, 35 или наоборот, плюс-минус, попал в больницу с инфарктом. Серьезно. Ребят, если, в общем-то, как бы, ну, надо понимать. Да, большие деньги это еще и большая ответственность. Большая ответственность это большие нервы и большие проблемы со здоровьем во многих случаях. Ну и масса других аспектов, особенно если вам это не нравится. Вы мучиться будете ходить каждый день на работу. Это ни хрена не прикольно. Серьезно. Жизнь у вас одна. И большую часть ее вы проводите на работе. Если вам не нравится ваша работа, поверьте, жизнь будет ад. Так не надо. Вот. Работа должна нравиться. Это нормальное состояние. Если вам не нравится ваша работа, думайте либо над собой, либо над своей работой. Но в любом случае, ходить в IT просто потому, что там много денег бессмысленно. На самом деле, я знаю дикое количество людей, которые работают на, ну, имеют профессии, скажем, которые считаются в обществе совершенно неденежные. Типа учителя, врачи, какие-то там рабочие и так далее, которые зарабатывают не меньше хороших программистов. Вопрос просто в том, насколько они любят свою профессию, насколько они шевелят пятой точкой. Заработать можно сейчас на любой профессии. Об этом спорить не буду серьезно. Об этом на каждой лекции, блин, спор часовой. Ну, давайте серьезно. Я знаю из каждой этой профессии человека людей, зарабатывающих примерно так же, как я. Хорошо? Хорошо. Так, итак, куда входить? Что у нас происходит на рынке? Просто, чтобы вы понимали, потому что я так понимаю, что все-таки у вас тут скорее академическое образование, чем вас прям на боевых постах, значит, правильно? Так, в общем, довольно сложно. Так вот, на рынке сейчас больше нет программистов в принципе, да, то есть это не, нет профессии программистов. Эта профессия распалась уже на два десятка профессий, большинство из представителей которых считают, даже не считают представителей других профессий коллегами. Это совсем разные профессии и понимать, но с другой стороны, это все равно группа профессий, с одной на другую переключаться существенно легче, чем входить туда вообще. Поэтому, если вы получили себе какой-то из айтишных профессий, то потом на другую айтишную профессию переключиться легче, чем если у вас ее не было. Ну, это я говорю банальные вещи, но если кто не знает, на всякий случай. Просто это надо проговорить. Дальше. По айти-бизнесу в Украине у нас сейчас преобладает, все еще преобладает практически 80% рынка по количеству сотрудников нанятых. Это аутсорсинговые компании. Аутсорсинговые компании в народе называются бодишопами, да, продажа подголовья и прочими неприличными словами. И общий смысл существования такой компании состоит в том, что они берут вас и продают за большие деньги туда. А вы сидите здесь, педалите здесь, а, соответственно, маржа капает в компанию. Ну, в общем-то, все просто и легко, как мычание, вроде как. Но на этом рынке, скажем так, много денег не заработаешь, поэтому самоотверженно пытаются все владельцы аутсорсинговых компаний придумать какой-нибудь хитроплан по построению собственного продукта. Потому что на продукте, как вы понимаете, можно заработать и тысячи процентов прибыли, и миллионы, и десять миллионов при ветапе. Да? Вот. А вот на, ну вот программист, вот у него зарплата, там, не знаю, три тысячи долларов, но больше, чем за шесть ты его не продашь. Ну, серьезно. Никто за него двадцать, пятьдесят не даст. Потому что придут соседи и, в общем-то, предложат дешевле. Понимаете? А вот, собственно говоря, на продукте вполне можно заработать. Ну, поэтому сейчас появляется большое количество продуктовых компаний. Они, правда, в большинстве случаев у них копеечное количество сотрудников, но их много. И там огромное количество стартапов, но об этом я буду говорить попозже. Так. А, вам ни хрена не видно. Я как-то немножко рассчитывал, что будет видно. Это график с доу. Последние рейтинги языков программирования на сегодняшний момент. Вам здесь не видно, я вам зачту. Более того, это даже мне ни хрена не видно. Вот, поэтому я вам зачту. Значит, смотрите, какая ситуация на рынке. На рынке на сегодняшний момент. Вырвался на первое место JavaScript. Причем, я вам на следующем слайде покажу, насколько он резко вырвался и насколько это хайп. Смотрите, какая ситуация. Я на рынке достаточно давно, да, больше двадцати лет. Я этих хайпов видел. Килограмм и маленькую тележку. Поэтому не ведитесь на хайп. Очень много, опять же, ребят, которые приходят с карьерным консультированием, а куда мне пойти, я вот знаю, что вот это модно. Ребята, модно это херня. Потому что вы будете учиться год, два, три, пять. На тот момент хайп изменится. Понимаете? И вы вполне возможно вскочите в то направление, которое в данный момент наоборот идет на полный спад. Поэтому, помните, мой самый первый и самый главный совет. Заниматься нужно тем, что прет. Окей? Потому что если вы будете заниматься тем, что прет, а оно сейчас на спаде, ну и нормально. Но оно все равно прет. Понятно? Так, JavaScript выскочил очень резко. Ну, Java традиционно была на первом месте все 15 лет предыдущего, собственно говоря, тестирования и проверок. Java это наше, сказать, украинское, украинский клон-дек. Мы там самоотверженно бурим деньги, потому что Java направление, чисто технически, очень тяжелое. И с украинцами мало кто может тут соперничать. Индусы самоотверженно пытались подавить по цене, но понимаете, в чем проблема. А дешево сделанная и работающая программа, это как бы не совсем то, что надо. Все-таки большинство заказчиков предпочитает заплатить больше, но получить то, что будет работать. А именно с Украиной в этом плане очень мало конкуренции. Надо сказать, что наши рейты, именно рейты, это уровень за оплату. Знаете, да? Рейт это сколько денег в час. Это называется рейт. Так вот, рейты украинских разработчиков одни из самых высоких в мире, с точки зрения аутсорсинга. Но при этом они прекрасно продаются. Поэтому, собственно говоря, такие зарплаты. Но это не значит, что, как говорится, это на халяву. Вы такие из коробки, потому что я украинец или украинка, я, значит, все это знаю и поэтому сделаю. Хрен-бал. Так не работает. Работает то, что здесь есть огромная, как называется, среда разработчиков высокого уровня, квалификации, которые можно учиться и можно ходить по конференциям, можно ходить слушать их выступления, можно у них учиться и так далее. И только поэтому. На третьем месте находится C-Sharp. Традиционно болтается там то вверх, то вниз. Но про C-Sharp я буду говорить подробнее, как и про Java позже. Затем находится Python. Python сейчас взлетел на чудовищном хайпе, хуже, чем JavaScript. Не могу, честно говоря, понять. Ну, то есть я могу понять, я про Python расскажу чуть позже. Потому что история с Python, ну, такая довольно забавная. На мой вкус. Что там дальше? PHP, несмотря на то, что все 20 лет обещают ему смерть, я категорически не считаю, что там будет смерть вообще. PHP, я про него подробнее рассказывать не буду, скажу сейчас два слова буквально. PHP захватил практически рынок самых простых веб-решений. То есть решения на CMS, привет WordPress, и на простых магазинах OpenCart. Да? Вот этот рынок практически оккупирован полностью PHP, и туда залезть просто нереально, серьезно. Другие языки, то есть там пытался Python туда залезть, пытался Ruby туда залезть, еще кто-то, новые вообще. Поэтому, ну и вот нечего вот так вот, знаете, такую морду строить и стереть того, что, ой, господи, это все примитивные решения, это неинтересно. Это то, что нужно рынку. Серьезно. И то, это самый легкий, в принципе, если вам нравится клепать простые сайты, а клепать их, в общем-то, достаточно просто, и получать самый главный фидбэк от твоего клиента. Да? То есть вы сделаете на маленькой фирме, например, как моя, да? У нас сайт на WordPress. Сделали сайт, человек писает кипятком от восторга, советует вас своим друзьям и так далее. Вы знаменитый хороший человек, который клепает хороший сайт. Замечательно, бизнес в восторге, вы уважаемые товарищи и так далее. Нечего тут по этому поводу морду строить, я вам больше скажу. Мы три года наискали нормального человека с разбирающейся в WordPress. Потому что это был какой-то ад, серьезно. Девять десятых просто не в состоянии хотя бы просто выполнять свои обещания. Ну если я позвоню завтра. Нет. Как? Серьезно? Так можно? Вот прямо взять и позвонить? Нет. Вот. Поэтому он такой. Дальше. Следующим идет C++, но C++ никуда не денется. Это и геймдев, но про него буду рассказывать чуть подробнее позже. Туда взлетел TypeScript. Кто знает, что такое TypeScript? Несколько человек знает. Хорошо. Это, собственно говоря, новый язык, разработанный на базе JavaScript, но со строгой типизацией. Это для людей, которых тошнит от JavaScript, а меня, например. Да? Ну, такой JavaScript для умных. Вот. На него перенесли Node.js. И еще много чего. Поэтому, в принципе, на нем крутится Angular. Очень популярный фреймворк UI. И поэтому, в общем-то, такой популярный достаточно сейчас язык. Что там дальше? Дальше. Следующим пунктом идет Swift. Apple сказал, у вас здесь будет Swift, поэтому будет Swift. Потому что у Apple не поспоришь. Вы понимаете? Вот. Следующим пунктом Kotlin. Google решил, что он тоже Apple. Поэтому он сказал, у всех будет Kotlin. Но у него так легко не получается. Извините. Это только у Apple есть. Индивидуальное устройство искажения реальности. Но они могут делать что угодно. И можно. Вот. Следующим пунктом Ruby, который тоже самотвержденно пытается похоронить уже лет 20. Но что-то как-то тоже не хоронится. Вот. Следующим пунктом Go, про Go расскажу подробнее, чуть подробнее, попозже. Следующим пунктом 1S. Вы будете смеяться, но разработка на 1S сейчас очень все еще популярна и все еще очень сильно востребована бизнесом. Я вам маленькую байку расскажу про себя. Мы, в том числе и разработческая контора. У нас довольно сложный бизнес с точки зрения расчета со своими клиентами, со своими поставщиками. Очень сложный. И мы его самотвержденно пытались написать сами. Два года. Самотвержденно. Так писали, сяк писали. Блин, там дикое количество тестирования, дикие количество денег. Блин, мы, короче, не тянули. Приходилось замораживать и так далее. Пока, наконец, одна знакомая девочка не сказала, давайте мы вам на 1S это сделаем. Они сделали за неделю. Твою мать. И за 8 тысяч гривен. Мы такие, твою мать. Ну, ну, серьезно. Я себя чувствую полным идиотом после этого, серьезно. Поэтому я уже как-то к этому 1СО отношусь вполне серьезно. Ну, нормально. Вот. Что там дальше? Си и дальше всякая мелочь. Там даже есть Pascal Delphi, T-SQL. Ну, и всякая новопоявившаяся вещь. На последнем пункте находится Apex. Кто знает, что такое Apex? Никто не знает. Окей. Кто знает, что такое Salesforce? Тоже не знаете, да? Salesforce это самая популярная в мире CRM. То есть Client Relational Management. Программа для отделов продаж. Она самая дорогая. Там рабочее место стоит в районе 5 тысяч долларов в месяц на продажника. Да? И она самая мощная. И самая распространенная в мире. Но это понятно, что ее не в Украине используют. Но у нее есть собственный язык программирования. Вот этот Apex, который срисован с Java. И, надо сказать, эта новая волна только буквально в прошлом году начала заходить в Украину массово. А зарплаты там такие же, как на Java. И это, в принципе, очень похоже на Java. И можно работать удаленно. Что большинство народу жутко прет. Поэтому не присмотритесь, если интересно. Итак, поехали дальше. Это по поводу динамики. Первый график это JavaScript. Я думаю, не надо вам рассказывать. Вот это хайп выглядит вот так. Просто я даже не знаю, как это назвать. Второй график это Java. Можно сказать, что она в очередной раз умирает. Но, поверьте, нет. Так не работает. Особенно, если посмотреть на графики того, как это происходит в мире. Следующий график это C-Sharp. Он, как видите, выравнивается. Долго-долго падал, потом перестал. Python это следующий вариант хайпа. Да? Вот это четвертый график. Ну, а дальше PHP, C++, TypeScript, который, как ни странно, видите, достаточно высоко полез. Ну, и так дальше по всяким мелким языкам. Серьезно, я не хочу сильно вдаваться в детали и рассказывать по каждой мелочи. Поэтому будет немножко времени спросить, про какой язык конкретно вам интересный, я скажу. Хорошо? Потому что, ну, рассказывать про все это, наверное, перебор. А вот это графики в подавании, да? Собственно говоря, на каком языке писали бы программисты следующий проект, если бы им дали возможность выбирать. Сами понимаете, в реальной жизни, в подавляющем большинстве, вы не можете выбирать, на каком языке писать. Вы можете выбрать себе только профессию, поменяв. И страсть, конечно, тут на первом месте Python. Давайте я сейчас расскажу про Python, потому что, собственно говоря, надо сказать несколько слов про Python, потому что он находится на хайпе. Python – это не профессия. Это целых 3-4-5 профессий разных. Есть веб-разработчики на Python. Python служит Django и остальные его запчасти. Это рисуются на этом средние e-commerce проекты, об этом чуть позже. И, в принципе, он в достаточной степени востребован. Там достаточно неплохие зарплаты. Они самоотверженно на этом рынке конкурируют с PHP, с его ином Ларавелем, в IEI и прочими фреймворками, которые в PHP вводятся. с Symfony, там, over 9000, и с Ruby on Rails, который тоже оттуда никуда не девается. Собственно говоря, какую из этих профессий выбирать, если вам хочется, собственно говоря, какую-то такую разработку. Совсем кровавый Enterprise, Java C Sharp не хочется, но хочется что-то такое средненькое, да, чтобы, в принципе, результат видеть и зарплата нормальная. Ну, это абсолютно вкусовщина. Мне, например, поэтому чисто не нравится по синтаксису. Ну, кому нравится, так говорится, вперед. Норм. Да? Кто-то выбрал себе профессию будущую в Python связанную? Ага, не очень. Много. Хорошо. Следующая Python-образная профессия, ну, в смысле, на Python базирующаяся профессия, ее очень сильно используют в Automation QA. Все знают, кто такие Automation QA? Да? Хорошо. Вот, Automation QA, в принципе, примерно 50 на 50 используют Java и Python. А Java, потому что в Украине очень много Java, поэтому хрен ли. Да, если программу саму пишут на Java, так почему бы и тесты к ней на Java не писать? Это логично. Вот. А Python просто самый удобный и легкий язык скриптовый. Поэтому, что бы на нем и не писать. Он везде используется. Следующие профессии, связанные с Python, это профессии, связанные просто со скриптованием. Его очень любят DevOps. Все знают, кто такие DevOps? На всякий случай напомню. DevOps — это админы автоматические. То есть админы, которые что-то настраивают не руками, а скриптами. Пишут скрипт, который сам автоматически разворачивает множество серверов автоматически. Написал скрипт, и там 100 серверов сразу поднялось, настроилось как надо, поднялись нужные порты, там сервера поднялись на них, что-то там законнектилось, сконфигурилось и так далее. Все это скриптами. Довольно интересная профессия, но о ней буду говорить чуть попозже. Вот, они очень любят Python, потому что это простой скриптовый язык, а хрен ли. Логично. Вот, и еще Python очень любят ребята, связанные с Data Science, Machine Learning, National Language Processing и вот всей этой математической лабудой. Кто хочет этим заниматься? Ага, вот я и догадался. Я Python. Одна единственная девушка. И Python. Да, имейте в виду, там очень жесткий матан. Причем, когда я говорю матан, это именно математический анализ, линейная алгебра, аналитическая геометрия и вся прочая лабуда, которую вы, наверное, очень любите. Если изучали. Нет. Ну, я понял. Просто имейте в виду. Машинное обучение, это именно про жесткий, жесткий математику. Вот. Так, что творится на рынке так просто глобально. Самой большой хайповой темой последние пять лет продолжает оставаться фронтенд. И там каждую неделю выходит новый фреймворк, который объявляет, что вот сейчас он завоюет мир. Вот он. Через неделю они об этом забывают. Выходит новый фреймворк, они сообщают о том, что он теперь завоюет мир. Офигенно. Если бы не было столько лет, сколько вам, я бы туда пошел. Потому что на хайпе приходишь на конференцию, каждый раз на новой конференции доклады не пересекаются с предыдущей никак. Потому что новые слова, новые названия, все во всем, все меняется полностью. В чем радость для вас? Там не бывает совсем сенерных разработчиков. Потому что они тупо не успевают выучиться этому как следует, как оно все поменялось. Если, ну, поэтому человек с небольшим опытом уже как бы и ничего так, да? А годик там уже проработал, уже и почти сенер. Вот. Другой разговор, что, ну, как бы сказать, фронтенд разработчика требует в том числе и вёстку. И немножко фотошопа. Если у вас аллергия, как у меня на это, то, в общем-то, вы понимаете. Но любителя. Вот. Ну, серьезно. Если вы начинающий фронтенд разработчик, вас с большой вероятностью заставит запускать фронташопы и верстать кнопочки. Да. Я вас предупредил. Угу. Вот. Просто, чтобы не было удивлений, серии я сюда пришел программировать. Хрена лысого. Джуны там больше верстают. Вот. По поводу мобильной разработки. Мобильная разработка растет семимильными шагами. Там меняется все тоже очень быстро, но нет такой степени, конечно, как во фронтенде. То есть, как я уже говорил, Apple перешла с Objective-C на Swift. Google перешел, пытается перейти. У нее не совсем получается. С Java на Kotlin. Ну, застряли по дороге и пока стоят раскорякой между двумя языками, то самоотверженно пытаются придумать, как бы, в общем-то, там что-то разрулить. Это две разных профессии. iOS-разработчик и Android-разработчик. И поэтому, если вы собираетесь мобильную разработку, это, кстати, очень, ну, вообще, вот, совершенно точно, очень интересное направление, хотя бы за счет того, что вы можете своей маме показать, я вот это разработал. Просто, если вы работаете в интерпрайзе, не то что маме, вы даже объяснить не сможете, что вы там делали на работе. В большинстве случаев, потому что для того, чтобы это объяснить, нужно реально прочитать на пару часов лекцию. И это нифига не прикольно, поверите, когда тебя друзья спрашивают, чем ты на работе занимаешься, а ты даже сказать не можешь. Вот, мобильная разработка, это прикольно. Вот наш разработка. Вот, вот. Все видели, да? Прикольно. Вот. Это приятно, но, с другой стороны, вы должны понимать, что начинающим мобильным девелоперам заставят заниматься той же самой версткой, пиксель-хантингом, двигать кнопочки, выбирать цвета, EX-дизайн и вот это все. Если с этого как-то вот вообще не прет, ну, то есть, продумывать меню, да, куда с какой переход, где будет находиться крестик, какой будет форма и так далее. Ну, в общем, такой, на любителей скажу. Так, по поводу веб-девелопмента. Тут, вот я же говорю, что я немножко, ну, не знал, как назвать этот пункт. Я, это вот как раз тот суммой пункт про PHP и про простые сайтики, да? Вот. Пару слов все же скажу по этому поводу. Не надо думать, что это реально совсем просто. Но у этого направления есть очень низкий порог входа. Фактически, каждому украинскому предпринимателю нужен какой-нибудь сайт. Хотя бы лендинг, хотя бы что-то. Нужно всем. Причем раз в год ему нужен новый сайт. Серьезно. Каждому. Понимаете? Рынок чудовищного объема. Причем, если вам лень учить английский, то вот это чуть не единственный способ, куда можно зайти без английского. Да? Причем вы можете начинать продавать свои умения, выучив минимальную верстку только. А выучить верстку серьезно, но это неделя. Ну, если, как говорится, заниматься этим. Ну, понятно, что если пинать соответствующий орган, то можно и год заниматься. И не спорю. Но, вот если не пинать, то, в общем-то, неделя на то, чтобы выучить основу HTML и немножко CSS. Ну, потом еще месяц подучить основу JavaScript, там, jQuery, в принципе, 2-3 месяца, и вы уже нормальный WordPress разработчик. То есть человек, который может шоу-сверстать симпатичненько. Ну, да, то есть, в принципе. Ну, а дальше повышайте свои рейты, учитесь, доучивайтесь, учитесь администрированию и так далее. Тут есть, конечно, своя проблема с этим направлением. В любом случае предполагается, что специалист по веб-девелопменту умеет регистрировать сайты, прописывать DNS и всякую другую фигню админскую делать. Потому что, ну, серьезно, к вам приходит предприниматель, который продает, там, не знаю, чулки через Instagram и хочет себе сайтик. У него штата, он один, понимаете? Он не будет прописывать DNS, он не умеет. Поэтому он придет к вам, чтобы вы ему прописали. Чтобы сайт находился через интернет, соответственно, по имени, купить домен, там, купить хостинг и так далее, вот это тоже сюда входит. Это несложно, но как бы всему этому можно научиться. Ну, и на самом деле это направление вообще требует минимум времени для вхождения. Если у вас, например, подгорает вопрос в плане, хотелось бы немножко денег подзаработать и хочу войти, то это, наверное, направление, на котором вы денег заработаете как можно максимально быстро. Фактически, я говорю, что буквально через неделю можно зарабатывать какие-либо копеечные деньги, но уже зарабатывать. Вот. При том, здесь прекрасно работает сарафанное радио. Вы сделали хорошо одному предпринимателю какой-то лайнерс в Северстале. К вам тут же десяток его друзей прибежит. Сделайте хорошо десятку друзей, вы уже локально известны в городе как хороший чувак, который может сделать нам сайтик. Такие контакты передают из рук в руки. Серьезно, ко мне просто раз в неделю обращаются знакомые предприниматели со словами, а кто вам делал сайт. Я такой же хочу. Так, и e-commerce. Смотрите, на веб-девелопмент вот здесь вот, это делались простые сайты на WordPress и OpenCart, то есть простейшие магазины и так далее. Но есть огромное количество сайтов, которых нельзя сделать на магазине. Ну, например, сайт спортклуба. Да, там, записаться к какому-то специальному тренеру на такое-то время, да, там, списать с абонемента, там, и всякие там вот эти хитрожопости. Сайт какого-нибудь продажи билетов каких-нибудь, там должно быть, ну, много заморочек, да. Сайты, ну, вот практически все сайты, которые сложнее, чем просто магазин. Их на чем-то надо уже писать, а их нельзя сделать, просто поставить CMS-ку и конфигурить. Вот это добро пишут на трех разных языках. На PHP сегодня, Laravel, WAE, Symfony и так далее. На Python и Django или на Ruby on Rails. Пишут на том и на другом и на третьем. Если вам нравится это направление, здесь, естественно, больше зарплаты, чем там. Хороший разработчик на Laravel или WAE, или на Ruby, или на Python, в принципе, получает, ну, хорошо. Чтобы было понятно, ну, это где-то до трех тысяч, да. Вот. Это, в принципе, направление достаточной степени денежное, но, естественно, здесь порог входа выше. Естественно, это за неделю уже не выучишь. Но, если хорошо заняться, я не знаю по поводу Винницы, но у вас здесь очень много артистных компаний, как для города достаточно небольшого размера. Поэтому у вас тут все прекрасно. Серьезно. Вот когда я перед ребятами, например, с Франковской выступаю, ну, там тяжелее. Серьезно. У вас тут вообще море разливанные компании, к которой можно прийти по любой технологии. Поэтому, помним мой самый первый совет. Выбираем то, что нравится. Как выбрать то, что нравится? Попробовать. Попробовали одно, попробовали другое, попробовали третье. Я советую пробовать, начиная с веб-девелопмента. Честное слово. Верстка пригодится хотя бы в минимальном объеме. Вообще, практически любому IT-специалисту, но за включением там совсем близким к железу имбеда. Там практически везде пригодится. Серьезно. Даже у них там уже куски HTML вставляются. Какие странные. В машине, в бортовом компьютере. Так, следующее. По поводу рынка. Админство. Чистое админство. Любой практически компании все еще нужны, чтобы покрутили их компьютеры, почистили их от пыли, настроили им роутер и, не знаю, там, заправили картридж. Зарплата откровенно копеечная. Вот откровенно копеечная. Я думаю, кто из вас админом работал или подрабатывал? Немного. Ну, ребята, честно говоря, так, качество подработки, если вам интересно само направление, почему бы и нет. Но тут, конечно, прямая дорога в девопсы. У девопсов, ну то есть, когда вы умеете это делать руками, настала пора писать скрипты, которые будут делать это за вас. У девопсов зарплаты практически максимальные на рынке. Ну, естественно, это немножко сложнее, чем руками администрировать. И мало очень курсов по девопсу и очень мало, как бы так сказать, возможности легко это выучить. Да. Ребята, если будут какие-то вопросы по ходу, да, по направлению, поднимайте руки, чтобы я сразу отвечал. А то, что убежим далеко. Хорошо? Хорошо. Так, дальше. Game Development, .NET Development и Java Development. Я сейчас расскажу подробнее, так сказать. Game Development, я думаю, это как раз то, что вас в большинстве случаев в силу возраста интересует. Многих, по крайней мере. А по поводу .NET и Java Development, это самые денежные сейчас направления на рынке. Многие на них засматриваются просто за счет того, что как бы денег, что, как бы хотелось бы, да? Вот. Ну, про них я расскажу подробнее. Дальше. Следующее направление. Это Embedded Development. Embedded Development, чтобы было понятно, это разработка под конкретное железо. Например, под бортовой компьютер автомобиля. Под Set-top Box, который на телевизор ставится, да? Это вот, ну, сейчас практически любая железяка содержит мозги. Ну, серьезно. Раз есть мозги, то, значит, нужно написать под нее программу. Раз нужно написать программу, значит, есть девелоперы, которые это делают. Я хотел сказать, что я всегда преклонялся перед методом девелоперами. Это так прикольно у них выглядит рабочее место всегда. Вот подходишь, значит, у нормального программиста это просто компьютер, ну, там, один, два, три монитора. Все, ничего интересного. А у этого из компьютера торчит провода. К проводам приключены какие-то платы. Из плат тянутся какие-то провода, и там какая-то еще жужжящая хрень с лампочками. Он что-то пишет, а оно помаргивает. Вот. Потом он берет паяльник и что-то подпаивает к чему-то. И ты такой, черт, сумасшедший ученый прямо, знаете, как и зато. Ну, вот, короче, если у вас прет железяки, там, ардуинки, роботы и так далее, то, в принципе, направление очень неплохое. Очень денежное. Зарплаты не самые высокие на рынке просто за счет того, что очень много народу, который этим увлекается. А, как вы понимаете, чем меньше конкуренция, тем ниже зарплата. Вот. Но все же, все же, все же. По поводу UI-приложений, ну, то есть, типа, приложений, которые пишутся под конкретную операционную систему. У нас на рынке такой разработкой практически никто не занимается. Единственное исключение – это разработка под МакОс. В Украине есть несколько компаний, которые разрабатывают приложения под МакОс. Да, Grammarly, ну, слышали, наверное, да, но надо понимать, что суммарно всех разработчиков, которые работают в этом направлении, ну, дай боже, тысяча. Ну, такое. В общем, я его сюда привел просто потому, что в многих институтах и колледжах учатся именно этому направлению, а оно практически не востребовано. Подавляющее большинство бизнес хочет, чтобы приложение имело в обморду. Почему? Потому что бегать к каждому сотруднику и настраивать у него на компьютере, что у него там не сработало, заманаешься. Броузер у него работает. Понимаете? И, как говорится, обновлять ничего не надо, все работает само, и поэтому он такой. Так, по поводу QA. Слава богу, Вал, людей, входящих в QA, кто-то из вас предполагает пойти в QA? Расскажите мне, пожалуйста. Все. Закончился Вал, я понял. Во всех предыдущих разах, когда я рассказывал эту лекцию, я ее примерно раз в год читаю, обновленную, да, всегда была хотя бы треть зала, которые поднимали руки. Все. Никто не хочет QA. Серьезно. И это, наверное, правильно, потому что рынок просто тупо переполнился QA. Забито, да, невозможности. То есть, да, конечно, если у вас год, два, три, пять, десять лет стажа в этом направлении, тем более, если вы Automation QA на популярном языке, Java или H5, конечно, вас с руками оторвут, без вопросов. Но если вы джун, который ничего не умеет, мрачно. Другой разговор. Возвращаемся к моему первому совету. Если вас прет именно это направление, вам нравится этим заниматься, вы дойдете дорожку, вас возьмут, и вы хорошо будете там зарабатывать. Automation QA с хорошим опытом, хорошим стажем и хорошим резюме зарабатывается так же, как, в общем, топовые профессии. Там все точно так же. Ну, смотрите, на каждой из этих профессий, перечисленных, за исключением разрешенного админства, ну, там, где опсы есть, можно заработать одинаково хорошие деньги. Одинаково хорошие это от четырех тысяч, да? Долларов я имею ввиду, надеюсь. Да? Вот. На каждой из этих профессий. И на PHP я знаю программистов, которые зарабатывают столько. И на Ruby, и на Java, и на Python, и на Embedded, на всем. Просто это те ребята, которые, собственно говоря, херачат. А херачат они, потому что им нравятся. Да? Поэтому все упирается именно в это. Так, теперь по поводу Дотнета. Кто планирует связать свою жизнь с Дотнетом? Один человек. Так, мне вот все интересно. Тут по каждому вопросу поднимает руку один человек. Остальные вообще не определились, совсем не знают, чем заняться, да? Просто интересно. Так, по поводу Дотнета. Смотрите, какая история. Что пишут, во-первых, на Дотнете? На Дотнете, так же, как на Python, пишут до хрена всего. У них есть своя Enterprise платформа, которая Дотнет Core. Там очень хорошие зарплаты, и все хорошо, за исключением Microsoft. Потому что у Microsoft есть мерзкая привычка менять свои планы раз в месяц, и куда-то бурить в другую сторону. Ой, мы работаем вот так. А, нет, уже не работаем. Теперь у нас другой любимый фреймворк. И это, конечно, меня, например, выбешивает. Я с этой платформой даже не стал связываться. Они за первые два года успели пять раз поменять направление движения, и я понял, что я туда не хочу. Ну, серьезно. Ну, блин. Ну, то есть ты учишь, работаешь, такой пишешь, и тебе рассказывают, все это говно мы выкинули. Но, другой разговор, что они самоотверженно разрываются. Ну, вот таким кривым способом. Но у них получается. Вот. Итак, по Дотнет Core с ним относительно понятно. Там есть достаточно популярное направление WinForms, на котором пишут приложения под Windows. Ну, в большинстве случаев это не IT-компании. Это для каких-нибудь компаний, которые занимаются каким-то другим бизнесом, и у них сидит несчастный отдел разработчиков, которые непонятно чем занимаются. Никогда не идите в такой отдел. Серьезно. Вообще, IT-специалисты работать не в IT-компании категорически не советуют. Серьезно. К вам будут относиться очень плохо. Вы будете находиться где-то между уборщиком и охранником. Вас будут срывать с любого... Пока вы там самоотверженно пытаетесь что-то напрограммировать, вас будут дергать из серии «А, заправь-ка нам картридж?» Вот. Ну, ты же программист. Я не шучу, кстати. Я работал сам год, работал инвестиционной компанией, скажем, банк, да? И кроме матов ничего сказать не могу по этому поводу. Вот. Так, по поводу .NET, что у них там еще есть интересное? У них есть GameDev. Очень интересный на сверхпопулярном преймворке Unity. Я думаю, игры, написанные на Unity, видели все. На них сейчас пишут в основном под мобильную разработку, но есть и под другие операционные системы. И на Unity пишут еще много всяких развлекух, там, 3D-шных, если нужны обучалки какие-то, еще что-то такое. Но, как вы понимаете, когда я дойду до GameDev, там зарплата не очень. По понятной причине. Потому что чем больше людей, которые хотят этим заняться, тем ниже зарплата. Все очевидно. Вот. А дальше. Что у них там есть еще? Ну, они еще пытаются, что они только не пытаются сделать, серьезно. Там у них много всяких развлекух. Пытаются постоянно выйти на новые рынки и что-то захватить. По поводу зарплат. Зарплата там хорошая. Более того, что хорошо для .NET девелоперов, они все считаются .NET девелоперами во всех этих направлениях. И все считаются одной профессией. Поэтому можно скакать с одного направления на другой. И это самое, получать удовольствие. Где-то там зарплату больше предложили, где-то еще что. Почему так, я пока не понимаю. Потому что на Python, например, все перечисленные профессии, они считаются разными профессиями. А тут как бы одной. Ну, вот. Вот. Довольно высокий порог входа надо отдать должное. Если что, у нас, кстати, отсюда не попало. У нас тоже есть курсы по .NET. Ну, так вот. Так. Высокая зарплата по понятной причине и довольно стабильная работа. .NET никуда не денется, он будет продолжать жить. Так. И наше все. Я не мог мимо него пройти. Это, в принципе, мое направление основное. Java Enterprise. Но оно не только мое основное, оно и в Украине основное. Самое продаваемое, самые высокие зарплаты на рынке. Собственно говоря, видел зарплаты выше 7. Вот. Сами понимаете. Ну, как бы вот. Да. Самый высокий порог входа. По понятной причине. Очень сложная технология. Не с точки зрения языка. Язык Java такой же простой, как все остальные. Что Python, что Ruby, что C-Sharp. Они все плюс-минус по сложности одинаковые. Но Java просто самый старый из них. И на нем дикое количество наработок. И более того, это дикое количество наработок, оно выросло уже в какую-то черт знает какую степень по сложности. Поэтому просто зануривая туда, ты понимаешь, что это космос, бесконечность. И тебе не хватит жизни для того, чтобы хотя бы там 10-15% того, что существует, узнать. Хотя бы просто узнать название. Там слишком много всего. Да. Ну, и от Java разработчика требуется, собственно говоря, умение работать в состоянии полной неопределенности. Не зная, куда идти. Не зная, что делать. Зная 5% максимум того, что нужно для того, чтобы разрабатывать. Шестым чувством выщупывая, куда дальше двигаться. Поэтому такие зарплаты. Ну, и востребованность самая высокая на рынке, собственно говоря. О востребованности очень говорят рекрутерские шутки. Знаете, вот этот знаменитый мэм, когда там ребеночка поднимает, берет. Андрюша, где мама? Андрюша, где папа? Андрюша, где джаверок? Ну, вот, собственно говоря, рекрутеры за ними охотятся очень сильно. Я уже 3 года не занимаюсь разработкой сам. Да, у меня в профиле написано директор, владелец компании. Ко мне раз в неделю минимум. Какой-нибудь из рекрутеров приходит и сообщает. А давайте вы пойдете к нам, разработчикам. Говорю, вы идиот. Не, ну, вдруг захочется. Ну, да, конечно. Ну, нужно удачу. Огромная востребованность на рынке работы. Самые высокие на рынке зарплаты. Большое количество работодателей на любой вкус. Неоднократно видел, когда джаверозработчики выбирают работодателей по плане удобства парковки. Я не шучу. Один работодатель был вынужден очень сильно поднять зарплату, потому что у него хреновая парковка на офисе. Ну, блин, а если каждый день будешь машину царапать? Ну, нахер. Вот. Серьезно я к нему не пошел. Вот. Ну, правда. Ну, потому что работодатели на любой вкус есть. Под любое желание, под любое направление и так далее. Вот. И работа исключительно на западный рынок. Здешние компании. Я слышал единственную историю, как вот ЭП-банк как-то заказывал. Забыл, какую украинскую компанию, по-моему, у Люксофта. Какую-то разработку. Но не потянули. Дорого. Вот. Но, с другой стороны, это офигенно, конечно. Как говорит один мой друган, IT-бизнес в Украине, it's a kind of tourism. Вот. Покатаешься по странам, городам, побываешь во многих странах с командировками. Я был во Франции, был в Греции с командировками. Так что, две визы в Америку пропали, потому что провалились проекты. Но вот такое. Так. Ну, тут я рассказываю, почему Enterprise, это такое. Теперь про Embedded. Кому интересно направление Embedded? Никому вообще не рассказывать? Рассказывать? Хорошо, смотрите. Embedded, как я уже говорил, это направление, связанное с программированием непосредственно железа. Оно довольно бурно развивается. Развиваться будет все более бурно по причине развития интернетов, сенсов, всяких робототехников и всей остальной херни. Собственно говоря, именно это направление и будет всю эту херню программировать. Понятно. Вот. Честно говоря, мне, например, такая штуковина не очень нравится. Но я просто, знаешь, дикое количество народу, который вот прям прется от того, что он что-то написал, а там начинается какая-то механическая рука куда-то двигаться. Воу. Или там свет в доме зажигается, или там какие-нибудь там, не знаю, автомобиль сам автоматически зажигает фары в случае чего-то там и так далее. Ну, вы поняли, о чем я, да? Вот. Народ действительно с этого прется, зарплаты там хорошие и растут. Заказчиков заходит все больше в это направление, потому что мозги вставляют вообще уже все, во все, да? Электронные сигареты, в конце концов, уже программы, обновления и так далее. Ну, блин. Вот. Писать надо, и пишут, и очень много чего пишут. У всех крупных IT-компаний, у сорсинговых есть подразделения, связанные с embedded-разработкой, Luxoft, EPUM, Cyclum, GlobalLogic, по-моему. Ну, короче, практически у всех. И зарплата там хорошая, естественно, она зависит от вашего уровня, понятная причина. Так, по поводу геймдева. Кому интересно с геймдевом? Вот, 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 наконец-то я увидел больше одной руки. А то как-то уже пугает. Итак, ребята, я был на одной конференции, где я рассказывал товарищ из Wargaming, выступал темлит, по-моему, или архитектор, я уже не помню. И такой говорит, ну, смотрите, на моем рабочем столе лежит книжка по сопромату, по оптике и по гидродинамике. Мы пишем там World of Warships, вот это мои настольные книги, я непрерывно в них заглядываю. Это по поводу, если вы мечтаете о геймдеве. Все, что вы проходили в школе и в колледже по физике, математике, это будет ваше настольное задание. Если вы собираетесь, конечно, писать игру, да, а не казуалку, я там карту перекладываю туда-сюда. Потому что, за что мы любим красивые игры? За реалистичную физику. Вот, собственно говоря, ее вы реализовывать и будете. Потому что, собственно говоря, для того, чтобы красиво падал свет на воду, вы должны изучить оптику и гидродинамику. Для того, чтобы красиво ветер дул, вы должны изучить аэродинамику и сопротивление материалов. Потому что как будут скачаться эти листочки? Да? Вот, я не шучу. Я сказал, твою мать, и слава богу, я туда не пошел. Потому что я, например, эти направления терпеть не могу. Но если вас именно с этого прет, вы хороший отличник по высшей математике, физике и многим его разделам, то вот геймдев ваша. Безусловно. А второй плохой момент по поводу геймдева. Чем? Порог хождения реально высок. Очень много разработчиков, несмотря на все эти кошмары, которые я вам рассказываю, все равно туда хотят. Потому что хотят носить майку с надписью Wargaming. For example, да? Вот. Ну и потому что, то, что ты работаешь в ЕПАМе, как бы такое, да? А вот Wargaming. Я крутой. Вот. А достаточно узкий рынок. Всего геймдевов в Украине довольно мало. Я бы оценил это до 10 тысяч человек. Надо понимать, что все, даже самые крупные геймдевовские компании, они, ну так, до 100 девелоперов. Серьезно. Если вы возьмете, например, Blizzard, да? Здоровенная геймдевовская компания из Америки. Там у них что-то до 200 разработчиков всего. Понимаете? А сравните с ЕПАМом, который побил 8 тысяч в этом году. Да, ЕПАМ это практически джава. Ну вот, чтобы было просто понятно соотнести разницу, да? Это в одной компании, пусть и крупнейшей. Неплохие зарплаты, но обратно пропорциональные интересности проекта. Это вообще касается нашей отрасли полностью. Да и вообще любых других отраслей. Чем интереснее проект, тем хуже на нем зарплата. Чем больше вы хотите денег, тем более скучный и неинтересный проект. Привет. Надо же чем-то компенсировать. Вот. Поэтому, ну вот, простите, я вам рассказываю печалью. Да. Поэтому, если вас жутко прет с геймдева, то, конечно же, идите на геймдев. Я не спорю, более того, любого молодого программиста, программистку хочется попробовать себя в этой отрасли. Я советую попробовать. Есть два направления, которые вы можете изучить совершенно безболезненно. А в этом направлении. Это Unreal Engine, к которому есть конструктор, который вообще, зараза, не требует даже программирования. Просто запустили, что-то насетапили, засунули туда картинок, смотри-ка, у меня уже даже игра готова. Вот. Я не шучу, она легкая в управлении, в принципе, разобраться можно самостоятельно. И второй Unity, который тоже, ну, там требуется программирование, но на довольно легком уровне. Если что-то простенькое хочется написать, попробуйте. Возможно, через некоторое время, довольно быстро, как и я, например, поймете, что это нихрена неинтересно. Играть интересно, а писать нет. Посмотрите. В любом случае, я советую пробовать. Так, по поводу всех, про какое направление я не сказал, поднимите руку, скажите, чтобы я сразу закончил с этим направлением. Что? Про 1С? Смотрите, с 1С есть печальная новость. У 1С очень низкий стеклянный потолок. Ты не можешь подняться, ну, то есть ты можешь довольно быстро выучить этот язык, он довольно простенький. И довольно быстро можешь начать писать что-то простое. И хорошо продаваться. Это, в принципе, близко к веб-разработке. Но, когда ты можешь пытаться подняться выше, тебе надо будет качать не программирование, потому что программирования там уже дальше нет, а качать скиллы предметной области. То есть бухгалтерия, кадровое, складское дело и так далее. Становиться экспертом, который называется, у нас на рынке это называется интегратором. Человек, который приходит на бизнес и говорит, сейчас я вам все настрою. Они такие вообще не понимают, у нас тут полный бардак, сейчас все настрою. Рассказывает им, куда они пойдут, на что будут нажимать и дописывает там какие-то кусочки. Очень хорошая зарплата, но это уже вообще не программирование. Это бизнес-аналитик больше. Понимаете? Вот. Это очень неплохое направление, очень востребованное в рынке, но надо понимать, что если у тебя придет именно с программированием, то чем круче ты будешь экспертом в этой области, тем меньше у тебя будет программирования. В какой-то момент ты просто наймешь людей, которые за тебя будут программировать, потому что это будет дешевле. А сам будешь только вести переговоры с директорами и рассказывать им, как перестроить работу их компании. Если это направление придет, мне бы, например, такое нравилось. То норм. Если же хочется именно вот это самое с четырьмя лапами в код и разбрасывать его в разные стороны, то это вообще не пройдет ни разу. Там просто ловить в этом плане совершенно нечего. Окей? Ответил? Хорошо. Еще по какому направлению сказать? Да, да. C-sharp? Так только что же рассказывал. DotNet. DotNet C-sharp. Это он. В DotNet направлении просто несколько языков. То есть это у Java и платформа Java и язык Java. А Microsoft, они, чтобы не якому скалив, понимаете, у них платформа DotNet, а языков килограмма маленькая тележка. C-sharp, там F-sharp, R-sharp. Что-то они там занимаются какой-то ересью. По Java платформе тоже кучу языков написали, тоже Kotlin. Но это как бы немножко читается отдельно, да? Еще какие-то вопросы по направлению, да? Не слышу. C++. А, смотрите, C++ как такового направления как бы и нет. То есть язык C++ используется в геймдеве по понятной причине. Используется в эмбедд от разработки, но там больше C. Но C++-то они тоже довольно активно используются. И используются во высоконагруженных системах. Высоконагруженные системы это такой временный, с моего взгляд, хайв. На тот момент, когда вот сейчас какие-то кусочки дописать на нативном коде, чтобы быстрее работало. Поняли, да? То есть оно как отдельный язык, именно C++ программисты. Вот прям такого и нету. Серьезно. Что-то пишут, но под Linux пишут какие-то приложения и так далее. Но вот рынка именно большого количества C++-девелоперов нет. Несмотря на то, что вы видели, сколько там их есть. Но они размазаны по другим профессиям. Понимаете? То есть вот, да, я пишу на C++, но я, например, интерпрайз-девелопер. Да, просто пишу какие-то узкие места, которые надо ускорять. Или там в высоконагруженных хернях и так далее. Про Go никому не интересно. Прямо удивляюсь. Да, слушаю вот так. Свифт? Ну, со свифтом все просто. Apple сказал, больше у вас Objective-C не будет, будет свифт. Точка. Все, все сказали, есть капитаны, пошли выполнять. Естественно, не будет Objective-C, будет свифт. Свифт нормальный язык. Я, честно говоря, мне Objective-C был нормальный, и свифт нормальный. Я большого смысла замены не вижу, но он посовременнее, да. Окей. Ну, Apple так сказал, значит, так будет. Все, точка. По поводу Go хотел сказать. Два момента, которые я хотел заметить по этому поводу, потому что многие все-таки про Go обычно спрашивают, вы не спросили почему-то. На нем что-то пишут. Это очередная любимая святая корова от Google. Как-нибудь погуглите такую вещь, как кладбище Google. Вот. Эти ребята просто раз в год выбрасывают какой-то многообещающий проект, причем на пике его популярности. Такая, греу, новые взяли. Потом, греу, еще какой-то взяли. Я, честно говоря, вообще очень боюсь с Google связываться в каком бы то ни было виде. Потому что, ну, серьезно, они вообще не отвечают за свои слова. Я прям вот от них в шоке. Поэтому что будет с языком Google, а понятнее состояние. Может, Google его будет дальше любить. А может, послезавтра он выпустит новый язык и скажет, да, Google, а кто это, мы не знаем. Они могут. Уже такое дважды было. ЖВТ, например. Это прекрасно было. Кто вообще помнит это название? А вот куча приложений было на нем написано. И где? Итак, по поводу вхождения в рынок. Я вас тут немножко расслабил. Сейчас немножко по времени. Ага. Так. У нас совсем мало времени остается, поэтому побежали. Хорошо? По поводу вхождения на рынок. Смотрите, какая ситуация. На рынке, несмотря на... Ну, за счет того, что Украина заработала очень высокие рейды на внешнем рынке. Очень дорого продают своих программистов аутсорсинги. Это означает, что мы вынуждены... Ну, в смысле, аутсорсинговые компании вынуждены очень жестко отбирать сотрудников, которые их берут. Потому что их же надо будет продавать за большие деньги. Вы понимаете? Поэтому джунов, как таковых... Ну, современные требования на джуна, разработчика, равны практически современному требованию на медла, во многих случаях на синера. Просто нет опыта. Гоняют джунов гораздо более жестко на собеседовании, чем медлов и синера. Знания должны быть теоретические на уровне медла-синера. Серьезно, это больно. Поэтому готовьтесь к тому, что попасть в хорошую компанию, в принципе, могут быть до 50 собеседований. Пройдет. До полугода поиска работы. Поэтому, ребятки, не тратим время. Ищем работу сейчас. Серьезно. Ни для одной аутсорсинговой компании то, что вы студенты дневного отделения, не является проблемой. Потому что программисты обычно на работу приходят после 12. А часто после часа, а часто после 2. Поэтому, с их точки зрения, вы абсолютно нормальный сотрудник, как любой другой. Но отучились себе. Да какая разница? Кто-то там дома спит, а кто-то на парах сидит. Спит. Неважно. В общем, в принципе, один хер. Поэтому идите, ищите работу сейчас. Серьезно. Если вы закончите свой колледж и не нашли работу, вы потеряли время. Простите. Тянули? Да. Потому что найти работу позже сложнее. Капает время, капает отсутствие денег, родственники капают на мозги и все остальное. Занялись прямо сейчас. Это тяжело и больно. Но пока вы не так прям сильно за... Вот она вам совсем. Просто когда вы выпуститесь, вы такие, и чё? И это будет очень больно. А сейчас типа, ну я там потихонечку ищу работу. Да? И эти полгода пройдут как-то и незаметно. Поняли в чем история? Вот. Второе. Вакансий очень много. На любой язык программирования. Любое. Но в любой вакансии сказано опыт от года. В любой. Вакансии нужнов не публикуют вообще. Зачем? Ни одна компания не публикует вакансии нужнов, потому что либо эти вакансии закрываются по собственным знакомствам из серии там «Ой, нам порекомендовали», там еще что-то. Либо закрываются собственными учебными курсами. В большинстве компаний эти учебные курсы – это просто способ найма сотрудников. ЕПАМы, Global Logic, я не помню, кто из них у вас в городе, кто присутствует. ЕПАМ, да? Ну вот, у них учебный центр – это, собственно говоря, такой способ найма. Они просто берут типа себе 20 человек в учебную группу, из них человек 5 берут потом в штаб. Ну как-то так. Такой, знаете, отложенный способ найма сотрудников. Ну и, естественно, вы будете конкурировать с вечерами. С людьми, которые, наконец, 30 плюс лет сообразили о том, что они всегда мечтали стать программистами, но почему-то не случалось. Которых мы, например, учим. Вот. И у вас есть свои преимущества, у них свои преимущества. У них бэкграунд, который на предыдущей работе они получали, да, то есть для многих работодателей это хорошо. У вас молодой задор и быстрая память, и быстрое умение схватывать новую информацию. И то, и другое хорошо, и то, и другое работодатели любят для разных проектов. Поэтому не боимся и действуем. Но это не значит, что вы такая молодая и красивая, и должны припереться без знаний на собеседовании со словами, я вам сейчас, да, я потом сама все выучу. Нахер. Сразу. Никто вас не будет учить. Вы должны прийти и начать работать сразу. Поэтому получение знаний до того, как вы устроились, ваша работа. Абсолютно. Это хорошо, что вас здесь учат, очень многим аспектам. Но плохо то, что, скорее всего, то, как вас учат, и то, как вы представляете себе процесс разработки, очень сильно, скорее всего, не совпадает друг с другом. А, с реальностью, я имею в виду. Поэтому есть аспекты. Так, что со всем этим делать? Сейчас я вас напугал. Сейчас буду успокаивать. Хорошо? Выдыхайте, выдыхайте. Так, три способа гарантированно найти работу. Они все плохие. Но они все работают. Первый способ гарантированно найти работу – это госконтора. Серьезно, в любую госконтору практически нужен какой-нибудь программист. И опыт, который вы получаете в госконторе, считается коммерческим опытом. Вы попадаете тогда, проработав там год, в вакансию от года стажа. Вы поняли, о чем я. Я пошел, например, этим путем, потому что я человек скромный, это же заметно, правда? И не могу вот это вот опрашиваться, еще что-то. Мне было проще отработать некоторое время в госконторе. Практически в любых... Финуправления какие-то там. О да, там вот это все, там везде есть отделы программистов, которые счастье разрабатывают. Во многих случаях, даже на достаточно современных языках и фреймворках. Зарплаты вы понимаете какие. Вот понимаете какие. Да. Вот прям совсем понимаете. Поэтому, как правило, туда устроиться довольно легко. Другой разговор, это хорошо, если тебя поддерживает родитель или муж жена, и можно, как говорится, вот это вот там немножко поперебиваться. Но, как бы, или если вы, как бы, не сильно страдаете по деньгам, и вам и этого как-то хватит. Или есть подработка. Сюда же я включил бы, кстати, еще вариант... О нем забыл просто здесь, когда писал. Есть еще вариант устроиться на работу через фриланс. Очень хорошо работает для направлений, для которых фриланс возможен. Например, веб-разработка, мобильная разработка, фронт-энд-разработка. Вот, вы сначала делаете что-нибудь через какую-нибудь фриланс-биржу. Есть, собственно говоря, обворка, есть и украинские биржи и так далее. Кому-то что-то наверстали, еще что-то наверстали. У вас уже есть портфолио, потом устраиваетесь уже нормально с хорошим портфолио, с хорошим стажем уже на метловую позицию. Следующее. Непрерывное давление. Очень работающий способ, но не каждому подходит. То есть, в вашем городе есть энное количество IT-компаний. Каждую компанию, минимум раз в месяц, вы отправляете резюм. Да. Более того, вы находите в LinkedIn рекрутеров из этой компании. Стараетесь с ними задружиться. Они, как правило, нормально относятся вообще к этому. Ну, серьезно. Ну, понятно, что не хамите, а просто, ну, пожалуйста, можно помочь. Я вот отправляю резюме, можете посмотреть, может, сразу скажете, что тут не так, что поправить и так далее. Дружите, знакомитесь и так далее. Ну, и продолжайте, собственно говоря, Brutal Force. Выучили новую технологию, добавили резюме, отправили всем новое. Еще что-то выучили, еще всем отправили. Это работает. Никакие черные списки вы не попадете. Более того, если отдел рекрутинга увидит, что вы их задираете уже год со своими резюме, вас рано или поздно позовут на собеседование просто, чтобы познакомиться. А там уже ваше дело, в общем-то, блеснуть своими знаниями и показать, что вы того достойны. Это нормально, это работает. Не надо себя скромничать и считать, что если вы отправили кому-то одно резюме, то с ним будут носиться. Никто с ним носиться не будет. Сейчас нет вакансии подходящей, в помойку. А через неделю появилось, а вашего резюме нет. А тут вы прислали новое. Оба, и вы попали на эту вакансию. Так это работает. Серьезно. Вспомните сами, как вы покупали какой-нибудь, не знаю, билет на какую-нибудь там лекцию или еще что-нибудь. Вас наверняка продажники той компании задрали. Перезванивая по пять раз с вопросами, а хотите ли еще. И нормально вы купили. Понимаете? Вот тут точно так же. Будьте продажником самого себя. Задалбывайте. Брутал фор. Ну и третий вариант гарантированного нахождения работы – это пакет от телуэмейки. Вы с наглой мордой записываетесь на все хакатоны, все конференции, все тусовки, программистов, админов или кого-кого здесь проходит. Катаетесь в другие города, участвуйте в хакатонах. Хакатоны – идеальный вариант для программиста познакомиться с другими программистами, посмотреть, как это работает на самом деле. Идеальный вариант для программистов. Приезжайте туда, педалите, смотрите. Тогда вы набираетесь правильных слов. Понимаете? Когда вы придете на собеседование, вас будут в первую очередь отбирать, потому говорите ли вы правильные слова или неправильные слова. Хакатоны – это такие ивенты, когда ставится какая-нибудь задача, например, придумать способ логистики чего-нибудь там. И собирается много команд программистов, вот просто собирается записываться туда. Это бесплатно для всех, кроме… обычно спонсоры оплачивают. Это все. Собирается несколько команд программистов, которые пытаются этого там воплотить. Они сидят, например, две пары выходных, безвылазные, и педалят там код, пытаясь написать какое-нибудь мобильное приложение или еще что-то такое. Ну, понятно, из говна и палок, ну, как бы, чтобы proof of concept доказать, что это таки работает. Это, ну, я не знаю, по поводу единицы точно не могу сказать, но в Киеве проходит очень регулярно. Хакатоны радуются. Редко? Ребята, ну, серьезно, Украина не такая большая. Собрались и поехали. Серьезно, это не так дорого. Ну, правда, ну, сели в автобус, доехали там, ну, не можете там два дня тусоваться. С утра приехали, вечером уехали. Тем более до Киева у вас тут всего меньше 400 километров. Ну, правда. Так, давайте серьезно. Нахождение работы требует оторвать задницу от стула. Если вы к этому не готовы, работы у вас не будет. Точка. Если это непонятно, давайте я еще раз повторю. Оторвать жопу от стула, это не значит встать и сесть обратно. Это значит поехать в Киев, Львов, Харьков, Днепр, Одессу. Потусоваться там пару дней с людьми на конференции, понимаете? Это значит подать документы в Черновцы, например, там, и приехать туда работать, если туда прозвали. У меня приятель с женой и детьми уехал во Львов, потому что работал во Львове из Киева. Во Львове работу нашел. Собрал семью и поехал туда, два года там работал. Потому что хотел работать. Чувак, причем, 30 плюс был, да, 35 примерно. Нормально. Сидит тут молодежь. Ой, ну что-то, в Киев ехать-то, блин. Ну это нам вообще-то... Придумали тоже вот это, в Киев кататься. А почему мне на Адам не привезут? Не привезут. Точка. Так вот, на хохотонах разбирают какие-то такие задачи. В большинстве случаев в жюри присутствуют ребята из крупных компаний, причем уровни деливери-директор, ну то есть такие вот очень сеньорные ребята, которые будут смотреть, как что-то представляется и так далее. Если какой-то программист что-то офигенно классное там сделает, могут позвать на работу, могут там что-то такое, делать какие-то ценные предложения. Опять же, в любом случае, вы знакомитесь с вами, скорее всего, в команде будут ребята, которые уже работают, в подавляющем большинстве. Вы нахватываетесь от них правильных слов, нахватываетесь от того, как это все решается. Понятно, что вы первое время будете обузы своей команде. Но вас, скорее всего, все равно не выгонят. Посидите, посмотрите. Fake it until you make it, да? Притворяйтесь программистом, пока вы им не станете. Да, это старая шутка по поводу того, что... А как мне себя вести, чтобы меня приняли за сенера-девелопера? Ну, притворяйся, пока это самое... Притворяйся, что ты все знаешь. А когда перестать притворяться? Никогда. Вот. Мы все притворяемся, я вон тоже щуки надуваю. Так надо. Если не умеете, работайте над собой. Надо пытаться себя продать. Мы все ничего не умеем, мы все ничего не знаем. Вопрос только в том, кто съест рыбку. Тот, кто наглее, тот, кто быстрее, собственно говоря, тот, кто окажется в нужный момент, в нужном месте. Оказывайтесь чаще в нужном месте. Я тут, опять же, люблю постоянно... Господи, как же его? Черный лебедь. Талиб, да. Вот, Талиб постоянно цитирую. В реальности на вас гораздо больше оказывают влияние вещи, которые вы не можете предсказать. Но, то если вы хорошо работаете, да, вы постепенно достигнете какого-то большего результата. Если вы постоянно на все забиваете, вы другого результата достигнете постепенно. Но на вашу жизнь гораздо сильнее повлияют какие-то события, которые вы не можете предсказать. Внезапно позвали на офигенную работу, которая тебя прям матчилась прям в точку, и ты вообще там мгновенно достиг шикарных результатов. Или наоборот, там случилось какое-то горе в семье или еще что-то, и ты там, или вылетел с рынка нахрен. Или переехал в другую страну, потому что что-то случилось. Или там миллион выиграл, или еще что-то. Вы не знаете, что с вами случится. Но для того, чтобы случилось максимально хорошее, с большей вероятностью, вы должны участвовать в максимальном количестве странных занятий. Хакатоны в том числе. Понятно. Конференции, встречи, метапы, лекции, что угодно. Тусуйтесь, тусуйтесь, тусуйтесь. Пока в какой-то момент вы не поймете, что вы в этой сфере свой. И вас уже просто будут звать на собеседование. Просто, чувак, да я тебя в этот раз на хакатоне вижу, а что ты нигде не работаешь? Да, ну к нам приходи, у нас в вакансии, здесь все нормально. Так это работает. Так это работает. Более того, вы очень быстро потом сделаете себе хорошую карьеру в этой компании. Что нужно для того, чтобы воспользоваться этими способами? Первый случай – английский. Смотрите, технические знания бинарные. Если у вас технических знаний недостаточно, вас просто не будут забрать, рассматривать. А вот английский – прекрасному нет предела. Человек с хорошим английским, но плохими техническими знаниями гарантированно гораздо с большей вероятностью и быстрее найдет работу, чем человек с хорошими техническими знаниями, но с плохим английским. Запомните это. Английский – это hard skill. Чем выше у вас английский, тем с большей вероятностью и тем быстрее вы устроитесь на работу. Английский must have. Если вы не знаете английский, вы не программист, точка. Точка. Тут обсуждать нечего. Идите и учитесь. Сейчас, слава богу, есть миллионы способов выучить английский любым способом. Более того, если вам не заходит тот способ, который есть, например, в колледже, идите к курсу, ищите видео, эти самые контексты, книги, статьи, что угодно, есть бесплатные, любой степени платности. Серьезно. Английский очень нужен. У нас все программисты начинающие пытаются конкурировать по hard skill'ам, в смысле по программированию. Нет! Это не работает. Это бинарное. Вы уже умеете программировать, плюс-минус нормально, все остановились, учите английский. Вас не возьмут с плохим английским. Никуда. Потому что вы даже не дойдете до технического собеседования. Первым вас будет собеседовать девочка-рапрутерша. И собеседовать она будет, конечно же, по-английскому. Поэтому вы даже своими техническими знаниями ни перед кем не приснете. Вас просто не позовут на техническое собеседование. Время технического специалиста слишком дорого стоит, чтобы пройти его на людей, которые плохо знают английский. Это будет первое. Второе. Ну, первый отсек идет по резюме. Если там сказано, что английский не знаю, вы никуда не пройдете. Точка. Резюме сразу в корзину. Второй этап. Вас будут собеседовать. Но об этом чуть позже. Что делать пока... А, секунду, я здесь не закончил. Знания. Знания. Конечно же, вы должны знать ту технологию, по которой пытаетесь устраиваться. Причем, ребята, я вас умоляю, этим страдают вообще все начинающие разработчики. Не скачите, зараза, с темы на тему. Это ужасно. Ой, я сейчас Пайтон учу. Ой, через неделю я ищу Котлин, потому что мне захотелось. А потом, ой, смотрите, там и Питчвей вроде ничего. Это три разных профессии. Не занимайтесь ерундой. Completed waste of time. Выберите себе одну профессию и двигайтесь по ней. Да, в какой-то момент вы можете выяснить, что эта профессия вам не нравится. Значит, забыли ее, переключились на другую. Но не вот это вот, заячьи скачки с одного на другую. Серьезно, вы просто теряете время. Это бессмысленно. У меня тут не один студент уже говорил. Ой, смотрите, я вот сейчас выучу Джаву, а потом я пойду к Пайтон. Ты дурак? Зачем? Чтобы что? Вас в колледже учат разным языкам для того, чтобы вы могли выявить. Вы понять, какой из них вам нравится и в какую сторону вы хотите двигаться. Вот его и долбите. Понятно? Понятно же, что любая профессия это не один язык программирования, как правило. Если вы, например, Enterprise Java, то вам еще SQL надо знать. Если вы Frontend, то вам нет Java. И JavaScript понадобится, и скорее всего TypeScript, и скорее всего понадобится верстка, и еще куча всяких других вещей. Но вот только это учится. Остальное не учится. А все остальное это completed waste of time. Да, вы можете принять решение, я хочу попробовать другое направление. Я выделяю неделю на то, чтобы посмотреть, что там происходит, и решить, не переключиться ли туда. Да, вы эту неделю инвестируете в то, чтобы попробовали другое направление. И потом приняли решение, переходите туда или возвращаетесь обратно. Все. Не теряйте времени. Время это единственный ресурс, невоспалимый, и он у вас сейчас уже капает. Опыт. Где взять опыт, если его нет? Его нужно взять. Значит так, что считается коммерческим опытом? Коммерческим опытом считается участие в open-source проектах, фриланс, стартапах любого вида и так далее. Запомнили. Теперь смотрите, как это делать простому парню или девушке, которого нет собственного стартапа. Значит, делайте виртуальный стартап. Значит, например, предположим, вы веб-разработчик. Хотите себя хорошо продать. Делайте для себя сайт, не скупитесь. Наймите дизайнера. Серьезно. Купите доменное имя, создайте там сайт правильный, как будто под свою компанию. Все правильно там хорошо сделаете, а потом пишите в резюме. Работал год в собственной компании. Вот сайт. Вы поняли. На самом деле, шутки шутками, но пока вы все это сделаете, вы как раз нужного опыта и наберетесь. Это так работает. Если, ну точно так же с любым фрилансом, любое свое приложение по этот проект доводите до состояния, чтобы можно было сказать, я собирался на этом зарабатывать деньги, но вот что-то не взлетело. Это нормально. Так работает. Любой работодатель этому верит, потому что, ну блин, а как это отличить от неправды? Другой разговор, что вас, конечно же, спросят из серии, какие были проблемы, почему не взлетело? Будьте готовы к этим вопросам. То есть все-таки продумайте свой проект, как будто вы и правда собираетесь его запустить в бизнес. Блин, а может он и запустится. Серьезно. Подходите к любому делу так, что оно... И да, и этот проект должен быть хотя бы теоретически каким-то людям интересен. Хотя бы вам лично. С точки зрения «я бы такое купил». Да? Хорошо. Что делать во время поиска на работу? В первую очередь английский. Если вы не занимаетесь английским любым способом, не смотрите фильмы там на английском, не занимаетесь репетитором, не ходите на курсы, не знаю, там, не слушаете какие-то подкасты, ну, тот способ, который вам нужен, вы теряете время. Просто теряете время, вот-вот, совсем почти. Я вижу, что вас все расстроило, что я говорю. Я старался. У меня получилось. Вот. Так, опыт. Опыт. Это мы делаем вот такой проект. Да? И стараемся его заработать, чтобы он был красиво, смотрелся в резюме. Делайте вдвоем, втроем. Это хорошо. Найдите человека, которому интересно другое направление. Например, вам интересен бэкэнд, человеку интересен фронт-энд. Вдвоем делайте проект. Классно, мы делали стартап. У нас было два сооснователя. И так далее. Вы поняли. Это прекрасно работает на двоих проектах, будет гораздо более серьезно. Найдите третьего человека, которому интересно что-то еще. Мобильное приложение. Вау, к этому же всему. Это уже такая серьезная фермочка. Может, вы вообще ее взлетите. Кто его знает? Вот, дальше. Записи в резюме и знания. Ну, об этом серьезно. Вы эти знания получите, пока будете делать проект. Вот столько вы не выучите, сколько вы выучите за время, когда вы делаете что-то нужное потенциально людям. Когда не стоит искать работу? Работу не стоит искать тогда, когда вы не готовы на нее выйти. Когда она вам не нужна. Вы вообще собираетесь дальше продолжать сидеть на родительской шее, и вам вообще все это нахер не уперлось. Не ищите работу. Серьезно. Все равно не найдете. Это будет потеря времени. Определите для себя, что вы собираетесь делать. Зачем? Установите свою цель и двигайтесь к ней. Если это цель найти работу, значит, так себе и скажите. Хочу работать, хочу зарабатывать столько-то, хочу быть правильным. Чтобы у меня в моем резюме в LinkedIn было написано такой-то дилератур. Да? Вот, собственно говоря, если вы видите такую цель, к ней двигайтесь. Если вы не хотите этого, не делайте этого. Как говорят в народе, в другом, не хочешь срать, не мучай жопу. Так, по поводу найма на работу. Времени совсем 10 минут. Как нанимают на работу, чтобы вы просто понимали? Этап рассмотрения резюме. Первым, ваше резюме смотрит перекручок. И смотрит она, в 99,9 в периоде случаев эта девочка, она смотрит ваше резюме просто тупо матча по словам. Если вакансии или компания занимается таким направлением, например, тот на этом, а вы написали C-шарп, и оно не мачется. Резюме? Корзина. Поэтому, пожалуйста, внимательно вычитываем, в каких словах было написано вакансия. Используем те же самые слова. Я не говорю о том, что они там все тупые, наоборот, они достаточно умные девочки. Но у них просто этих резюме вот такая стопка. Вот им заняться больше нечем, вычитывать каждое слово, которое там есть. Есть ли малейшие сомнения, резюме в помойку. Ясно? Поэтому ваша задача выписать его так, чтобы сомнений не было. Технический специалист. Потом стопку полученных после фильтрации резюме, она относит техническому специалисту, который смотрит и говорит, ну этого зови, этого нахер, 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 этого тоже зови, нахер, 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 нахер. Понятно. Тех, которые нахер в помойку, те, которые, в общем-то, зови, вас зовут на собеседование. Дальше на собеседование. Собеседовать у вас будет та же самая девочка или другая девочка, если большая компания. Рекрутер. Собеседовать она будет у вас по обычному разговорному английскому. Традиционные вопросы расскажите, пожалуйста, про хобби, расскажите про то, как вы выбрали свою профессию и что-нибудь такое же нейтральное. Про погоду обычно не спрашивают, там не понятно, что рассказывать. Вот, ну, поняли. Будьте готовы, по крайней мере, к этим вопросам. Подготовьте. Лучше всего маленький спич, ну, выучите его, это же несложно, да? На 2-3 основных темы. Вот я вам 2 перечислил, остальные лень думать. Ну, погуглите. Вот. Дальше, если вы прошли девочку, у вас с английским плюс-минус нормально, плюс-минус нормальное, это означает, что вы понимаете, что она вам говорит, а она понимает, что вы ей говорите. Вы можете говорить, вообще-то, правильно совсем. Не те окончания ставить и так далее. Но слова вы услышали правильные и сказали правильные, это нормальный преинтермитет. Это вполне устраивает для найма на работу. Идея ясна, да? Говорите бойко, неправильно, хрен с ним. Главное, чтобы вас поняли. Вот. Это важнее. Большой словарный запас умения быстро говорить слова важнее, чем правильное знание. Да, времена и всякую другую херь. Потому что, фактически, вот с моего опыта, с американцами общение, там, 15 лет, 20, они три времени используют. Серьезно. Чтобы они вот эти вот времена использовали, это никогда в жизни. Более того, у них это считается, выделывается. Да, вот именно, то есть, знаете, вот такой вот, какой-то вот, какой-то вот, вот странный товарищ, который вот, что-то хочет показать, что он тут выше нас всех. Вот. Поэтому такое. А в, более того, любую английскую фразу на американском английском можно сказать с помощью глагола get. Да, и они вот, собственно говоря, из глагола get вообще делают любое слово, какое только можно. У них негры так где-то говорят, но и, в общем, в принципе, это нормально и для человека, так сказать, ненативного спикера. Поэтому, господи, он же простенький. Так, Если вы прошли девочку, она вас поняла, вы ее поняли, после этого вас зовут на собеседование с техническим специалистом. Вот, собственно говоря, он и будет решать, брать вас или нет. Фактически. Потому что, ну, серьезно, вы до Team Lead Day и Project Manager и большинство новичков даже не доходят. Ну, нахрена-то, собственно говоря, там поэма отвлекает на то, чтобы нанять какого-то джуна. Вот. А спрашивать у вас будут жестко. Вот вообще жестко. Вот, вот, прямо я не знаю темы, на которые вас не будут спрашивать. Гонять будут по всей теме, вот от начала до конца. На три четверти вопросов вы имеете полное право сказать, я не знаю. Это нормально. Но, ответ правильный, я не знаю, звучит следующим образом. Я не знаю, но, мне кажется, что логично было бы предположить, что это вот так. Ясно. Не надо говорить, я знаю, если вы не знаете. Это не институт. И пытаться угадать. Серьезно. Потому что вас воспримут, что вы знаете, неверно. А это совсем другая история. Вместо того, чтобы оценить, как у вас идет поток мысли, будут оценивать, что вы, зараза, просто тупо не знаете, а считаете, что знаете. Ну, нахрена нам такой специалист? Поэтому я не знаю, или я не помню, но мне кажется, вот так. Это правильный ответ, можно находить на все вопросы. Но если знаете, конечно, говорите, что знаете. Это нормально. Вот. Более того, если вас на собеседовании, на работу спрашивают, работали ли вы с фреймворком X, 99% вы говорите, что вы не работали. Это нормально. Фреймворков X, извините, может быть, в любом языке программирования за жизнь только не изучите. Это не стыдно. И у меня, например, программисты, еще раз знаю, каким стажем, на собеседованиях обычно 9 десятых фреймворков, про которые меня спрашивали, работали ли с ним. Я говорил, нет. Их много. Серьезно. Вот. Когда ждать ответа? Если это жена, никогда. Вас либо наняли, либо не ответили. Тратить ресурсы на то, чтобы, ресурсы людей на то, чтобы вам отвечать, слишком затратно. Поэтому рассчитывать на то, что вам пришлют ответ, вот на этот вопрос правильно, на этот вопрос неправильно, за деньги. Другого варианта нет. Поэтому в большинстве случаев вы никакого ответа не получаете, и это не должно вас расстраивать. 50 собеседований. Это тяжело. Так. Что кому отвечать? Слушайте, осталось 5 минут, я быстренько проскочу. Ичару, вы должны в первую очередь произвести впечатление адекватного человека, который выбрал свою профессию. Давите на то, что вы свою профессию выбрали давно. Что вы ей хотите заниматься. Самый большой страх, который есть у рекрутера, который вас занимает, это то, что вы поработаете 2 месяца, а потом убежите работать с промышленным скалолазом. Ну, потому что захотелось. А Джун, сотрудник, начинает приносить хоть какие-то деньги, отбиваться, через полгода после найма. Если вы проработали меньше, то вы потратили дикое количество денег компании. И, собственно говоря, драть будут именно того рекрутера, который его вознанял. Вы поняли? Поэтому ваша главная задача доказать, что вы выбрали свою профессию и собираетесь на ней работать. Поэтому любые рассказы о том, что я прошел 5 курсов по этому направлению, что я смотрел каналы соответствующие, что я прочитал 8 книг и подписался на 5 подкастов, сюда идут хорошо. Вы поняли? Потому что ей главное узнать, что вы адекватный и понимаете, куда идете. Техническому специалисту на это наплевать, потому что он денег компании не страдает. Но ему нужно понимать, сможете ли вы работать на своей должности. Поэтому гонять он вас будет по, собственно говоря, техническим скиллам. И, соответственно, ну тут как повезет, конечно. Бывают нормальные собеседователи, бывают извращенцы, могут гонять вообще по вещам, никак не связанным с проектом. Життя. Поэтому вы должны быть готовы. Даже очень сеньорные разработчики проваливают 3 из 4 собеседований. Серьезно. 3 из 4. То есть вы будете проваливать 49 из 50. Да. Вот. Что говорить? Да, часто бывает так, что вы к какому-то проекту к текущему не прошли, но вам говорят, вот смотрите, у нас вакансия на другом проекте, а давайте вас еще там прособеседовать. Это довольно распространенная история, это значит, что вы понравились. значит скорее всего в эту компанию надо потом им обновленные резюмы через месяцов прислать, если вас не возьмут. Да? Вы поняли? Любую надо прислать. Так. Критерии, по которым берут новинка в компанию. формальными, когда вы подошли по стеку технологий, знанию и нормальной, личностные, когда вы понравились, все должны совпасть в принципе. Да? Личностные, которые, вы подошли к человеку, который вас собеседовал, вы ему понравились, он вам понравился. Ну, потому что IT это вообще очень жестко и можно друг другу в горло сцепиться в какой-то случае. Поэтому, если человек на собеседование тебе не нравится, то нахрена его брать? Ты же его придушишь на второй день. А сидеть никому не хочется. Я шучу, конечно, но вы понимаете, о чем я, да? Поэтому личностные характеристики здесь играют очень большой роль. На собеседовании вести себя как нормальный человек, пожалуйста. Да? То есть стараться человеку понравиться, улыбаться, общаться легко и стараться быть хорошим. Так, слушайте, я хотел рассказать дикое количество, вам пора бежать. Поэтому давайте несколько вопросов и я вас отпущу. Вопросы? Коллеги? Менезапно, да? Вы не готовы были? Да, да, вопрос. А вы думаете по сведению слова в бежать? Я не дочинул. В бежать нам не в бежать в сведении образовательства? Нет. По поводу высшего образования я знал. Итак, профильное образование. Вообще смотрите, какая история. Если бы у нас не было аутсорса, то программистов даже не просили бы высшего образования никакого. Но поскольку дяди из первого мира нанимают обезьянок из третьего мира, они хотят, чтобы обезьянок из третьего мира было высшее образование какое-нибудь. С их точки зрения у нас все высшее образование херовое, поэтому им все равно собственно говоря какое. Будет ли это Шевченко, понимаете, или будет это извините заборостроительный техникум из Урюпинска, ну вообще никого не волнует. Главное, чтобы оно было. В принципе колледжевское образование тоже уже неплохо. Это в принципе котируется. Поэтому я бы не стал тратить пять лет на институтское образование серьезно. Но с другой стороны смотрите сами. Это имеет смысл если вам хочется именно идти в компьютер сайенс туда, да, то есть вы смотрите себя именно большим сильным архитектором когда-нибудь или собираетесь именно переезжать на ПМЖ то высшее образование да, Очень стоит. Если вы собираетесь оставаться здесь, то можно вечерней потом устроиться и отучиться спокойненько. Постепенно работая и зарабатывая деньги. Я не вижу большого смысла. Ответил? Так сразу же реально ли устроиться? Ребята, реально. Каждый кто хочет устроиться. Но только кто хочет. Извините. Имеет ли смысл идти сначала по другой дороге, а потом идти в программисты? Нет, не имеет. Всегда занимайтесь только тем, что вам нравится. Вот вы хотите стать программистом? Будьте программистом. Хотите быть промышленным скалолазом? Идите учиться на промышленном скалолазе. Не занимайтесь херней. Каждая минута, которую вы занимаетесь тем делом, которым хотите заниматься, потерянная минута. И последнее. Можно ли выучиться самостоятельно на программистах? Можно. Тяжело, но можно. Я знаю несколько человек, которые выучили Java Enterprise за очень короткий срок. Умеют. Но это сложно. Серьезно. Такие люди один на 100, один на 200. но любой человек может выучить самостоятельно. Просто это будет очень непродуктивно. Очень много потерянного времени. Ну собственно говоря, еще вопрос и я вас выпускаю. Коллеги сзади, вот у вас не было ни одного вопроса. Все на них обернулись. Норм. Да, давайте вопрос какой-нибудь. Не? Ладно, не хотят вопроса отсюда, тогда спереди кто-нибудь. Последний вопрос давайте. на любую профессию устраивать. то есть вопрос в том как лучше всего устраиваться на любую профессию. На любую профессию, когда вы устраиваетесь, первая задача вас приказать, что вы вменяемый человек. Это будет измеяться, но это вообще не очень распространенная история. Большинство людей, вопрос не в том, что они вообще не вменяемые, вопрос в том, что они не подходят данному коллективу. И коллективу будет с ним тяжело, поэтому ваша задача понравится просто по-человечески. Это не значит, что вы должны лизать кого-то в жопу или сплаться и говорить возьмите меня без денег или еще что-то. Просто показать, что вы хороший и приятный человек, с которым будет приятно сидеть рядом. Это вообще девять раз и девясят успехов. Потому что серьезно при прочих равных, даже при прочих не сильно равных по техническому скиллу возьмут конечно же гораздо более симпатичного и приятного в общении человека. Без вариантов вообще. Софт-скиллы, да. Поэтому вот так. Все, всем спасибо. Отпускаю вас, понимаешь, вы бежите. Спасибо.